Всем привет! Сегодня на обслуживании и апгрейде катушка от фирмы Кума, модель X-Spot. Позиционируется данная катушка как спотного маркерная. Клиент покупает эту катушку бэушной, поэтому попросил посмотреть ее внутреннее состояние. И как мы видим, она очень грязная. Не знаю, была ли она обслужена до этого предыдущего хозяина. По мне так нет, а если была обслужена, то какой-то китайской синей смазкой, которую любят сейчас современные псевдо-ТОшники смазывать свои катушки, тем самым приводя их в не очень хорошее состояние, поскольку катушка из-за этой смазки вращалась очень туго. Из-за чего, собственно, покупатель попросил меня вскрыть ее, посмотреть в каком она состоянии и что является причиной такого тугого хода. Помимо ТО мы сделаем также и апгрейд. Установим подшипники во все нужные места, а именно в опору главной шестерни в правую сторону. Поставим два подшипника в ролик лесоукладывателя, потому что стоят втулки. Также стоит втулка на опоре пиньона, вторичной шестерни. Ну и решим проблему данных катушек с переключателем стопора обратного хода. Он в них по какой-то причине не работает. Существует легенда якобы, что данная катушка из разряда морских переведена в разряд карповых, и поэтому с заводом был отключен стопор обратного хода, вернее отломан вот этот рычаг, переводящий угонную муфту в рабочее и нерабочее положение. Не знаю, насколько это правда. Будем исходить из того, что имеем. Муфта имеет в комплекте пружину возвратную. Нам остается только снять этот винт, который, не знаю, кто закрутил, либо на заводе, либо предыдущий хозяин. Сделать нормальный переключатель, чтобы он работал и задействовал угонную муфту. Тогда рычаг будет адекватно работать, корректно. Будет включать и выключать стопор обратного хода. Что ж, катушка отправляется на мойку. По мере сборки я буду говорить, какого размера подшипники, куда идут. Катушка полностью отмыта от старой смазки, от грязи и готова к сборке. Состояние зубьев, главное, шестерни вполне приличное, несмотря на то, что катушка была уже в употреблении. Особых претензий к поверхностям зубьев нет. Все, в принципе, нормально. На вторичной шестерне то же самое. Все вполне хорошо. Вот почему нужно менять втулки на подшипники. Потому что начинается износ посадочных мест из-за попадания сюда грязи, либо продуктов износа самих механизмов. И начинается протачивание вот таких вот бороздок и канавок, которые в свою очередь рано или поздно приносят к излишнему люфту, зазору взаимопосадочных деталей. То же самое происходит и на опоре главной шестерни. Видите, какая порточка блестящая. Поэтому пока эта порточка не дошла до критического состояния, лучше сюда установить подшипник, что мы и сделаем. Ну и, конечно же, нужно поменять эти металлические втулки на подшипники, которые устанавливаются в роли колесоукладывателя. Хвостовик червяка опирается на такую вот втулку. Она немного нестандартная, но вот эта вот более толстая выступающая часть, она как раз по размеру подшипника. Это можно удалить данную втулку, установить подшипник и выточить втулку, либо набрать эту недостающую толщину шайбами. Это мы уже решим. Хотя, в принципе, в червяке смысла вставить подшипник особого нет, поскольку он всегда вращается в масле. Этот узел смазки, сюда грязь практически не попадает. Но человек, если желает, то всегда можно установить подшипник. И самая сложная процедура – это восстановление работоспособности переключателя стопора обратного хода. Этот саморез надо будет выкрутить и что-то придумать для того, чтобы корректно работал стопор обратного хода. Теперь о подшипниках. Размеры всех втулок и подшипников в этой катушке вы видите на мониторах своих устройств. Теперь о замене втулок на подшипники. Ролик лесоукладывателя. Здесь в оригинале идут втулки размером 5х8х2,5. Поэтому смело меняем на два подшипника. Единственное, что между подшипниками ставим шайбочку 5х7. Потому что в случае, если не будет шайбы, подшипники будут соприкасаться внешними и внутренними обоймами. И, конечно же, будут блокировать друг друга. Они будут вращаться. Поэтому по внутренней обойме мы ставим минимальный размер шайб, который существует. Конечно, в идеале была бы 5х6, но таких, к сожалению, не бывает. Но так или иначе, 5х7. Она меньше, чем внешняя обойма подшипника. И данная шайба стыкует внутренние обоймы. При этом внешние обоймы свободно вращаются. Подшипники работают. Все это сюда влазит, как родное. И то же самое мы проделываем на червяке. В оригинале стоит втулка такой вот формы. И две шайбы, которые в совокупности имеют толщину 5х41. Два подшипника у нас имеют толщину 4х94, по сути 5х. То же самое делаем. Ставим шайбочку 5х5 на... Вернее, я прошу прощения. Здесь подшипник идет 3х6х2х5. Поэтому ставим шайбочку 3х5. И замыкаем эти два подшипника. В случае, если будет присутствовать люфт, то добираем теми шайбами, которые стояли изначально, либо своими соответствующей толщиной. У меня шайбы есть от 0.01 и вверх. Поэтому по месту это все будет видно в процессе сборки. Все остальное меняется очень просто. Подшипник. Втулка меняется на подшипник. Здесь ничего настраивать не нужно. Просто устанавливаем подшипник на свое посадочное место. Что ж, сейчас соберу катушку. И останется решить вопрос только с переключателем стопора обратного хода. Думаю, с этим будет чуть-чуть дольше и чуть сложнее. Шнек установили. Смотрим люфт. Практически его нет. Но при этом вращается механизм легко. Отрегулировал шайбочками этот зазор. Убрал его практически в ноль без ущерба, без последствий для легкого вращения легкого хода. Шнекового механизма и паразитной шестерни. Теперь надо решить с переключателем стопора обратного хода. Нашел в своих запасах стандартный пластиковый переключатель. То мы его будем использовать. Отвинтим этот винт. И я думаю, как сделать. Спилить вместе с этой площадочкой. И припаять на эту плоскость. И как раз этот переключатель будет правильно выполнять свою функцию. А именно двигать этот рычаг обгонной муфты в нужное положение. Что ж. Сейчас попробую отпилить. Вернее не попробую. Отпилю. И подумаю сюда либо его приклеить, либо припаять. Сейчас будем думать. Отпилил я от этой запчасти такой рычаг. И вот этой плоскостью я приклею к плоскости основного рычага. Пока приклею на цианокрылак, на суперклей. И буду понемногу регулировать до того момента, пока переключатель не станет нормально работать. Потом уже зафиксирую его на эпоксидную смолу. Либо просто приплавлю пластик. Но боюсь, что при оплавлении он поведет и испортится. И эта часть, и эта. Поэтому лучше, наверное, на эпоксидку. Итак, с пластмасской ничего не получилось. Площадь контакта очень маленькая. И не держится. Не хватает механической прочности для удержания этого рычага. Пошел более простым и более надежным способом. Взял рычаг от стопора обратного хода какой-то катушки с разборки запчастей. Просверлил в этом рычаге отверстие. По размеру чуть меньше, чем диаметр вот этого рычага. И загнал его туда плотно. Его даже наклей нет смысла ставить. Он держится там очень-очень туго. Что позволило его вращать вокруг своей оси. Тем самым добиться точной регулировки переключения. Вот переключаем стопор обратного хода. Все крутится. Включаем. Все стоит на месте. Как видите. Все очень просто. И надежно. Теперь катушка полноценно будет работать на свои все 300% с учетом апгрейда. Итак, катушка полностью собрана. Переход у нее нормализовался. Раньше она вот его клинила. Она крутилась, но очень туго. Теперь немного о характеристиках. Плюсах и минусах данной катушки. Несомненный плюс. Это, конечно же, цена за сподовую катушку. За такую цену вы не знаете, что можете взять получше. Из брендового, скорее всего, ничего. Три металлические клипсы на шпуле. И, конечно же, цена. Вот два плюса, которые... Ну, еще большой плюс. Это, конечно же, быстрый фрикцион. Обязан здесь быть. На этом плюсы все заканчиваются. Дальше перечисляем минусы. Это крайне малое количество подшипников. Всего лишь три штуки на борту. Ну, благо, производитель дал возможность апгрейдить катушку, установить еще пять подшипников. Итого у нас получается катушка на восьми подшипниках. Еще один минус, забыл про него упомянуть. Это отключенный стопор обратного хода. Теперь катушка вращается в обе стороны. А нет, так как было до этого. Только в одну сторону. Не знаю, с какой целью ломают этот стопор обратного хода, переключатель. И блокируют катушку, чтобы она работала только вперед на вращение. Не вижу никакого смысла в данной процедуре. Стопор обратного хода. Он необходим. Но, благо, мы его смогли успешно восстановить. Вот, в принципе, все. Катушка обслужена. Произведен апгрейд. И она отправляется к своему владельцу. Пожелаем ему успешных рыбалок. Ну, а вам желаю крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока.